МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Вестник. Информационная технология – залог комфорта современного общества. История успеха. IT-холдинг Инфотек. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Шарль Дегуль. Дайджест. Обзор экономических новостей. Визитная карточка. Если женщина берется за дело. Лидия Кривенко. Председатель Союза предпринимателей НИКА. Современная украинская экономика все более ориентируется на IT-технологии. Мир постепенно переходит от ресурсной экономики к экономике знаний. И Украина в этом процессе не является исключением. В прошлом году IT-бизнес принес в госбюджет столько же денег, сколько и металлургические предприятия. Украинское правительство совместно с ведущими IT-аутсорцерами уже объявило о запуске совместного проекта, цель которого – сделать Украину движущей силой в сфере информационных технологий. Речь идет о создании благоприятных условий для наших IT-специалистов, тем самым предотвратив их отток за границу. До 2020 года планируется создать 100 тысяч новых рабочих мест в сфере IT. В случае успешной реализации этого проекта доход от экспорта IT-услуг США и ЕС составит более 10 миллиардов. IT – это интеллектуальный бизнес, основными средствами которого являются люди. На сегодняшний день IT-сфера является одной из самых перспективных во всем мире и в Украине. Достаточно много есть заказов на программное обеспечение, на информационную продукцию, а также на ее рекламу и продвижение. Украина занимает четвертое место по количеству программистов в мире. Это достаточно серьезный показатель. Почему? Потому что перед нами находятся такие страны, как США, Россия и Индия. Эти факты говорят о том, что IT-сфера в Украине достаточно развита на сегодняшний день, но ее можно и развивать дальше. За IT-индустрией будущее нашей украинской экономики. И в связи с сегодняшней политической и экономической ситуацией в стране мы обязаны уделять и развивать IT-сферу в Украине и в регионах по отдельности. В Запорожском регионе на сегодня есть все условия для развития сферы IT-услуг. А в нашем городе сосредоточен достаточно высокий интеллектуальный потенциал. Подтверждением тому являются запорожские компании, которые достаточно стремительно выходят на мировые рынки информационных технологий. Сегодня они готовы вкладывать силы и ресурсы не только в собственное развитие, но и на местном уровне поддерживать молодых IT-специалистов. Одним из факторов того, что в регионе развивается IT-сфера, являются конференции. Мы все знаем, что в Украине есть IT-города, такие как Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск и Одесса. И во всех этих городах IT-конференции происходят достаточно часто, в больших количествах и собирают достаточно большую аудиторию. Одним из значимых событий в мире IT в этом году был i-форум, который проходил в городе Киеве. На этой конференции мы присутствовали в качестве соорганизаторов, а также одной из наших основных целей было получение опыта проведения таких больших конференций. Сегодня совместно с горысполковым, совместно с мэром города у нас есть намерение провести большую конференцию в городе Запорожье. Мы планируем ее провести в сентябре месяце. Создав и проведя такой форум, мы планируем привлечь внимание крупного капитала, крупного бизнеса, который бы смог инвестировать, во-первых, в город Запорожье. И параллельно это будет инвестиции идти на поддержку тех молодых людей, которые сегодня самодостаточны, которые сегодня в состоянии реализовать себя в этом направлении. После проведения этого форума мы сегодня ведем уже активные переговоры и с представителями Кабмина, и с другими заинтересованными компаниями, крупными компаниями, название которых сейчас еще называть. Рано говорит рано, но мы хотим создать в городе Запорожье серьезный центр развития информационных технологий с привлечением международного бизнеса, крупного бизнеса. Еще три года назад немало украинских айтишников находились на полулегальном положении. Многие специализированные фирмы, работая исключительно на Европу, напоминали фантомы. О них ничего не знали в Украине, но их продукт был более чем востребован за границей. Немало зарубежных компаний зарабатывали сотни тысяч, выступая лишь посредниками между украинскими разработчиками и европейским потребителем. Государство обратило внимание на специалистов в области информационных технологий, лишь когда в этой области был зарегистрирован самый стремительный рост зарплат. Сегодня айти-сфера является наиболее прогрессирующей и высокорентабельной. Специальности в области айти являются наиболее высокооплачиваемыми в Украине. В ближайшие шесть лет кабинет министров намерен существенно повысить качество подготовки украинских айтишников. В расширение и модернизацию системы образования Украины планируется инвестировать один миллиард. В Запорожье вопросов подготовки айти-специалистов рассматривают более короткую перспективу и рассчитывают не только на государственную поддержку. У нас есть целый ряд преподавателей, которые готовят сегодня молодежь именно как программистов. Они работают во многих вузах, в школах и у них есть уже серьезные результаты. Я бы хотел собрать элиту нашего информационного бизнеса, который работает в Запорожье, руководителей и хозяева этих компаний и сделать совместную встречу с педагогами. Потому что, во-первых, очень важно наладить диалог между педагогами, которые готовят базу сегодня для этих компаний. То есть это те кадры, которые завтра придут работать в эти компании и завтра же будут совместно с руководителями реализовывать себя. Слово «успех», которое нам часто приходится слышать, достаточно многогранно. Для кого-то успех – это повышение по службе после 15 лет работы, для других – первый заработанный миллион. Так или иначе, но чтобы чего-то добиться в жизни, нужно иметь конкретную, четко обозначенную цель. И, конечно же, преодолевая неизбежные трудности и препятствия, двигаться к ней. Результат гарантирован. Наглядный пример – холдинг «Инфотек» – один из крупнейших игроков на запорожском рынке IT-технологии. Его программное обеспечение используется в крупнейших компаниях Германии, США, Норвегии, Великобритании, Дании, Австралии, Саудовской Аравии и других государств. В активе «Инфотека» создание системы взаимодействия медицинских приборов с телефонами и центральной системой управления, заказчиком которой выступило правительство Норвегии. Этот сервис позволяет норвежским медикам дистанционно контролировать состояние здоровья пациента вне медучреждения. Компаниями, входящими в холдинг «Инфотек», разрабатывались мобильные приложения iPad для организации пропуска зрителей на многотысячные стадионы в Арабских Эмиратах, крупнейшая социальная сеть для российских медиков, портал для Департамента по трудоустройству штата Вирджиния и множество других не менее масштабных проектов. История холдинга берет начало в 2009 году. «Инфотек» создавался, что называется, с нуля, без стартового капитала и какой-либо помощи извне. У истока стоял 16-летний Марк Марченко. Первым его заказом была разработка портала для запорожских риелторов. К работе над этим проектом молодой человек привлек четырех своих друзей. Как сейчас я помню, 3200 гривен. Нам заплатили предоплату 1600 гривен. Мы пошли в Думе быта юбилейном, арендовали офис, заплатили 1600 гривен аренды. И надеялись только на то, что сдадим этот сайт и получим еще 1600, чтобы заплатить за второй месяц аренды. Это было очень интересное время. Первые полтора года, может быть год-полтора, я скажу это так от чистого сердца, я не зарабатывал как руководитель ни одной копейки. То есть, так как я сам выходец со строек, работал подсобником, почти все время я по ночам шел дорабатывать немножко. После рабочего дня зарабатывал какие-то деньги и покрывал зарплату тех людей, которые работали у меня. Несмотря на трудности, подсознательно юный Марк понимал, за IT-технологиями будущее. Следом за разработкой сайта по недвижимости последовали другие местные заказы. Но Марк имел куда более высокую планку. В моем понимании это достаточно банально, скучно и неинтересно. Веб-студия, веб-агентство – это что-то мелкое такое, запорожского уровня. Было безумное желание идти в Европу и доказывать себе, что мы можем покорить не только Запорожье или Украину, мы можем покорить разные страны и действительно прийти и сказать, что на этом рынке есть мы. Сегодня можно констатировать – Марку Марченко удалось реализовать часть задуманного. Но впереди много работы. В холдинг, который возглавляет молодой бизнесмен, входят четыре компании, работающие в разных направлениях IT-технологии. За пять лет существования «Инфотек» вышел и успешно конкурирует на европейском, российском, американском рынках. Только в запорожских офисах «Инфотека» насчитывается порядка двухсот сотрудников. Наше представительство есть в Германии, есть компания в Америке, опять-таки работающие люди. И, знаете, сегодня вопрос, который для меня становится ребром, к сожалению или к счастью, ну, слава богу, моя команда говорит «к счастью». Нас уже не так сильно интересует развитие компании в виде новых направлений или, как Наполеон, завоевывать новые-новые земли. Сегодня нас интересует наша земля. Потому что мы обычные ребята, обычные хлопцы, которые сидели на диване, потом приняли решение доказать, что они что-то могут, и у них это получилось. Сегодня у нас есть большое такое желание инвестировать в Запорожский край, организовывать конференции, делиться опытом, приглашать серьезных докладчиков, которых нельзя пощупать вот так рукой, потому что тяжело до них дотянуться. У нас, может быть, есть другие возможности. И у меня действительно есть большое желание эти возможности пустить на пользу нашей молодежи, которая подрастает или уже подросла, потому что приходит время, приходит какое-то осознание, что тебе 21 год, ты доказал в Германии, что мы можем продавать там нашу продукцию в Америке, мы открыли фирмы, мы продаем. Но есть что-то большее, чем просто зарабатывать деньги или открывать новые предприятия. В ближайших планах Марка реализация нескольких социальных проектов. Это проведение бизнес-тренингов для молодежи и крупномасштабный IT-форум, который запланирован на сентябрь этого года. В качестве тренеров Марк намерен привлекать таких же, как он, молодых успешных людей, готовых поделиться своим опытом и знаниями в бизнесе. Мы планируем вместе собрать порядка тысячи молодых людей. Я бы сказал так, это социально активная молодежь, которая есть в Запорожье. И мы хотим пригласить взрослых таких, я имею в виду на языке бизнеса, но молодых по возрасту докладчиков, чтобы они приехали и также рассказали свои истории успеха. Марк считает, что достигнуть успеха в бизнесе может любой молодой человек. Главное – желание и трудолюбие. Ведь дорогу оселит идущий. И именно эту мысль молодой бизнесмен хочет донести молодым людям, которые только начинают свой жизненный путь. Социальная активность Марка находит поддержку городской власти. Особый интерес проявляют городской глава Александр Син и его заместитель Валерий Эдолев. Это бизнес молодых, это тот бизнес, который сегодня будут развивать молодые. Мы подготовили целый ряд мероприятий для того, чтобы создать хорошую площадку именно в городе Запорожье для молодых людей, которые готовы сегодня реализовать себя на этом поприще. Я считаю, что на сегодняшний день те задачи, которые мы поставили, если мы их реализуем, это будет значительный вклад в развитие нашего города, в развитие нашего региона. И предоставить сегодня молодежи значительную возможность реализовать себя как молодых, преуспевающих бизнесменов. Сегодня мы должны переходить на новые рынки. Сегодня мы должны смотреть, как это работает в европейских странах. Мы идем туда, и последние события в нашей стране показывают, что люди хотят двигаться, люди хотят что-то менять в своей жизни. И я рад тому, что мы как компания, инфотек, как холдинг, мы можем нести перемены в жизнь людей. Это действительно меня радует, потому что зарабатывать деньги – это хорошо, но когда ты несешь определенное добро людям, когда ты несешь радость, это то, что делает тебя счастливым. Украина завершила подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом. Экономическую часть соглашения на саммите ЕС в Брюсселе подписал президент Украины Петр Порошенко и лидеры стран-членов Евросоюза. Политическая часть была подписана в марте этого года. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Договор наберет силу после того, как его ратифицируют все 28 членов ЕС и украинский парламент. В Украине начала работу миссия МБФ, которая примет решение о втором транше для официального Киева в размере 1,4 миллиарда долларов. Международный валютный фонд проанализирует текущее состояние выполнения бюджета за первые пять месяцев этого года. По результатам работы миссии должен быть подписан меморандум об экономической политике. Ранее Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую антикризисную программу для Украины. Она предусматривает возможность выделения Киеву кредитной поддержки в размере 17 миллиардов в течение ближайших двух лет. Первый транш более 3 миллиардов Украина получила 7 мая. Россельхознадзор заявляет о продлении срока ввоза на территорию непризнанной Республики Крым украинской продукции до 1 октября. Решение принято с учетом обращения субъектов хозяйствования и во избежание возникновения дефицита продовольствия. Везенная продукция должна использоваться только на территории Крыма и Севастополя. Между тем, Совет ЕС планирует запретить импорт большинства товаров из Крыма. Евросоюз намерен признавать только те товары с территории крымской автономии, которые получат сертификат в Украине. Составлен рейтинг самых дорогих стран в Евросоюзе. Наиболее низкие цены зафиксированы в Болгарии, Румынии, Польше, Венгрии и Литве. Самой дорогой страной ЕС признана Дания. Второе место в рейтинге досталось Швеции. Третье место разделили Люксембург и Финляндия. Далее следуют Ирландия и Великобритания. В то же время, если рассматривать все страны Европы, а не только членов ЕС, то Дания по уровню цен займет лишь третье место, пропустив вперед не входящие в Евросоюз Швейцарию и Норвегию. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто такая успешная женщина? Несомненно, у каждой представительницы прекрасной половины человечества, добившейся определенных высот, свой секрет успеха. Но основные качества у подавляющего большинства абсолютно идентичны. Успешные женщины активны, находятся постоянно в действии, пробуют новые возможности, не боятся ошибаться, поскольку знают, что ошибка – это ценный опыт, который поможет подняться еще выше. Они верят в свои силы и никогда не несут за собой груз прошлого. Это касается всех сфер жизни, от бизнеса до личных отношений. Успешные женщины имеют свое независимое от других мнение, часто плывут против течения и в конце концов оказываются правы. Они умеют слушать и слышать других, но окончательное решение принимают только самостоятельно. И, конечно же, успешные женщины готовы взять на себя ответственность за все свои решения. Именно поэтому они и добиваются выдающихся результатов. Все эти качества присущи Лиде Кривенко, председателю Запорожского союза предпринимателей НИКО. Вот уже 13 лет эта организация занимается защитой интересов представителей малого бизнеса в Запорожье. На сегодня НИКО является одной из крупнейших организаций, оказывающих правовую, юридическую и материальную помощь тем, кто торгует на городских рынках, владельцам киосков и магазинов. Что такое торговля, Лидия Кривенко знает не понаслышке. Дело в том, что я работала вообще в другой сфере. Это сфера легкой промышленности в 90-е годы. Как и все, которые стали предпринимателями, я попала под этот пресс, под сокращение. И в результате, а мы с мужем работали на одном производстве, и когда все сократилось, и двое маленьких детей, не знаешь, куда бежать. Ну, решила попробовать именно по предпринимательству. Было, конечно, тяжело, потому что эту, можно сказать, профессию никто не знал, был дефицит. Но потихоньку начали осваивать именно предпринимательскую деятельность. Почувствовав на себе все прелести рыночной торговли, Лидия Кривенко заняла активную общественную позицию. Торгуя на центральном рынке Ангулинка, она принимает участие в создании областной организации предпринимателей. В 1997 году, когда Кабмин принял решение о проведении в Запорожье эксперимента по внедрению на рынках кассовых аппаратов, именно эта организация инициировала масштабную акцию протеста у стен украинского парламента. До этого не было никаких ни акций протеста. И мы, обзвонив всю Украину, ну, я имею в виду предпринимателей, собрались возле Верховной Рады тогда в Киеве. Тогда еще была Александра Владимировна Кужель у нас в госком предпринимательстве. Она стала на нашу защиту тоже. И это была самая масштабная тогда первая акция протеста по кассовому аппарату. Лидии Кривенко удалось отстоять позицию предпринимателей. Кассовые аппараты так и не появились ни на запорожских рынках, ни на рынках других городов Украины. В начале 2000-х годов частная предпринимательница Кривенко разворачивает в Запорожье масштабную кампанию по борьбе со стихийной торговлей. Решительную активистку поддержали тысячи запорожских рыночников. В знак протеста против покрывания стихийной торговли высокопоставленными запорожскими чиновниками Лидия убедила коллег на сутки полностью остановить работу запорожских рынков. В результате местная власть услышала рыночников и пошла на уступки. В 2001 году Кривенко оставляет предпринимательскую деятельность и создает союз предпринимателей НИКО. На сегодняшний день эта организация объединяет предпринимателей всех городских рынков и имеет достаточно высокий авторитет по всей Украине. В конце прошлого года НИКО провела в Запорожье акцию протеста против поднятия тарифов на услуги ветлаборатория. Это событие вызвало резонанс. Под давлением именно запорожских рыночников, которых поддержали местная власть и губернатор, Кабинет министров отменил решение о повышении ставок на ветеринарные услуги на рынках. Сегодня в своей деятельности НИКО опирается на поддержку городской власти, местных общественных организаций, а также народных депутатов, которые прошли Верховную Раду от Запорожья. Никакой партии не относимся. Если мы обращаемся, мы обращаемся ко всем партиям. У нас нет там те хорошие, те плохие. Они были избраны народом, пусть отвечают за те законопроекты, которые они выдвигают. В настоящее время Запорожский союз предпринимателей ставит перед собой достаточно высокие задачи. На местном уровне НИКО инициирует снижение платы за аренду земли для предпринимателей. На государственном выступает за пересмотр налогового кодекса и снижение ставок пенсионного фонда для предпринимателей. Помимо этого, сегодня организация, которую возглавляет Лидия Клевенко, принимает активное участие в общественной жизни Запорожья. После начала военного противостояния в восточных областях, Запорожский союз предпринимателей собрал средства для покупки бронежилетов запорожским военным, которые несут службу в зоне проведения АТО. Также НИКО помогает беженцам из Луганской и Донецкой областей, которые сейчас находятся в Запорожье. Кроме того, на протяжении многих лет НИКО поддерживает реабилитационный центр для детей-инвалидов в Арджинькидзовском районе. Бывают такие моменты, у кого-то настроение плохое, фыркнул, гаркнул, а потом подумаешь, думаешь, боже, зачем оно тебе надо? А потом подумаешь, а большинство людей нормально относятся, я имею в виду наши члены НИКО, нормально относятся, ждут тебя, заглядывают в глаза, просят какой-то поддержки. Ну как можно бросить этих людей? Нет, никогда. Сколько будет сил, я думаю, что мы будем защищать людей, потому что, ну, я не знаю, ну я не такой человек, я не бросаю людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА